здравствуйте друзья каникулы у нас были всю неделю это значит 7 дней неделя плюс еще значит перед каникулы пару дней выходных то есть 9 дней надо сказать что серьезный удар по воспоминаниям о работе и при том что мне там как-то приходилось там ну естественно я email проверяю там скайпе основу меня все общение скайпе и там референс какие-то там надо было давать было пару сетки несколько рабочих дней тоже но в основном конечно тут в санта-круз тут мы еще куда-то пошли вчера вот мы целый день со светланы были в half moon bay это такой городок приморский смысле приокеанский ближе к сан-франциско вот от санта-круз если смотреть по карте то на север то ближе к сан-франциско очень прикольный городок мы любили там раньше проводить выходные пока у нас не появилась дачи санта-круз и в общем-то даже как-то смысл пропал но истосковались и тут еще мы захотели устриц что-то подумали знать там если устриц такие небольшие так среднего размера то там порция 6 устриц на там я не знаю ну там 50 килокалорий ну то есть совсем ничего белки хорошие качественные белки плюс мы во франции когда тут из барселоны заехали во францию там на ферму устричную здесь нам до фермы два часа тут есть у нас тоже но что-то подумалось что далековато будет два часа на ферму поэтому уж так просто ресторанчики в компании хорошим все дела вот и вот я еду на работу я знаю какое меня утро и чем я занят поскольку мне с утра надо значит быть на уроке у нашего преподавателя начинающего и как бы посмотреть методически что-то присоветовать вот я буду сидеть на уроке по автоматизации по автоматизированному тестированию ну вот как бы по полдня у меня заняты до трех часов дальше там будет видно чё получится какие-то люди должны прийти с разными делами знать как уже уже там записались но это вот первые пару тройку дней значит как-то рассасывается то что накопилось за каникулы дальше уже такая обычная жизнь начинается рутина такая текущая из наших из моих как бы новостей того что произошло за это время я договорился с преподавателем по ну так хочется сказать физкультуре но это было бы как-то может быть упрощенно ну тем не менее вот его зовут юрий спаса кукотский он довольно такой известный человек у него youtube канал там по 1300 с лишним то есть скажем вдвое больше чем у нас вот и такой мужчина серьезный так и он в скайпе как бы в онлайне людей тренирует поэтому я взял вот себе там хорошую программу и мы с ним вот на год мы с ним будем год этим заниматься дальше видно будет посмотрим во всяком случае надо начать и под это дело я уже вступил записался записался в клуб спортивный но тут есть такой их очень много в америке 400 с лишним у них locations называется 24 часа там фитнес я на самом деле был когда-то вот именно об этом учреждении имел мембершип много-много-много лет назад я не знаю боюсь соврать 20 может быть давно ну а тут у нас прямо возле дома я я могу сказать что пешком там три минуты от того места где жну 5 пешочком вот на машине уши вовсе не говорю просто 30 секунд у нас как раз есть такой и он относительно небольшой и там все что надо есть и железяки и снаряды всевозможные и бассейн вот и в субботу что ли мы записались я под это дело да в субботу вот я под это дело даже так мне такой зуд возник мы днем записались вечером я пошел бассейн поплавал там в парной сидел 20 минут в общем как-то вот так хорошо хорошо такое ощущение что у нас там пробочка какая-то возникает не то что пробочка но вот как-то не очень идет сегодня я пораньше да я обычно еду на час позже но сегодня мне надо пораньше потому что урок начинается в 10 я вышел вот так чтобы на него попасть до не спеша идет вот это как бы главное событие в моей жизни я сейчас буду с этим разбираться и всегда когда что-то такое происходит вот скажем с диетой там пока я был на диете и терял вес мне рассказали что вот я все не так делаю и мне говорю надо вот это и надо вот то а вот есть такой человек а и вот есть секой человек вот посмотрите на страницу этого посмотрите на страницу того и так далее так далее я думаю надо же вот товарищ не понимает да то есть я так не могу значит если я пойду с этим там 20 человек говорят вы пошли не к тому пойдите вот к этому значит какому бы из двадцати я не пошел остальные 19 скажет что я не то дело вот поэтому ну как только до вас вот эта мысль нехитрая дойдет так сразу вы поймете насколько безрассудным является совет типа вот не ходите к этому ходите к тому я уже пришел я уже за год заплатил за абонемент не не в клубе а у тренера да то есть я абсолютно что называется комитет то есть у меня есть комитмент то есть я встал на рельсы я никуда с них сворачивать не собираюсь уж как пойдет мы увидим но так же как я вот эти три месяца свои худел там по 7 килограмм в месяц до 22 кило за три месяца и мне говорили что я слишком быстро и я не спорю но мне хотелось быстро я бы не мне нравилось что быстро честно я может не понимал чего но но мне нравилось поэтому и сейчас тоже я от одной мысли что мы сейчас еще вот так еще добавим я как-то вот приободрился давайте очки уберу вот приободрился оживился настроение совершенно другое вот плюс устрицы ну вообще так что тут у юма и там еще светофор но я не знаю мне тут выбора нет я стою ладно значит там да я договорился с юрием что он будет у нас что-то рассказывает тоже то есть чтобы с ним познакомились у нас есть специальный плейлист до для людей которые ну как бы занимаются здоровым образом жизни там диетами спортом и так далее вот юрий у меня для этого плейлиста задуман тоже но это будет наиболее такой известный может быть человек из тех кто пока пока у нас был вот мы с ним поболтаем он очень как сказать нормально разговаривает может может поговорить ну конечно во первых многие тренеры могут поговорить во вторых все-таки он блогер и у него там довольно много сюжетов он их часто делает тогда у нас еще блогерский такой разговор вот как с этим как с тем вот то есть мне например люди говорят что у меня там вот подписчиков много а просмотров значит на душу подписчику немного потому что тема иммиграции она такая что на всякий случай надо иметь вот и поэтому люди записываются подписываются а сами потом не очень смотрят это правда но выборочно смотрит а что касается спорта то спорт не менее важная вещь в жизни людей они видят о смотри мужик то есть надо записаться но дальше уже конечно это смотреть надо что-то делать надо как-то вот и получается у него подписчиков вдвое больше а просмотров примерно столько же как у нас так что я я очень хорошо понимаю это состояние когда столько народу может где же вы им ну живу вот но все же вот ждет можно сказать да такие такие новости так я ну что тут нет такое ощущение что знаете просто трафик просто обычный трафик и вот ничего такого не происходит ну вот такие такие новости у нас в поскольку лето а летом в школе такой то что называется slow down замедление спад можно так в потоке студентов то мы сейчас не набираем особо группу мы начали две в прошлом месяце и сейчас мы немножко так затихли в числа 20 по моему 23 24 будет группа июля новая и еще одна новая будет ровно через месяц там 23 24 августа обычно у нас чаще про это все происходит вот и поэтому так немножко жизнь замедляется хотя надо сказать что на августовскую группу записалось уже больше людей чем например на июльскую плати июль не еще не то время то есть каникулы у детей значит поехали туда поехали сюда отпуска я не знаю это всегда так это такой такая такие сезонные колебания и все это происходит на фоне того что очень сильное оживление на рынке я могу сказать что такого еще не было никогда вот так чтобы там в день по две компании приходили в течение недели интервьюировать при том что интервьюировать то особо нет никого у нас мало студентов которых можно послать на интервью в этой в этой фазе то есть можно из класса выдергивать все удивительная проблема вот сидит 30 человек так и выдергиваются на интервью 5 остальные 25 не все 25 говорят на эту тему но есть там пару-тройку человек которые задают вопрос в открытой это собственно почему не я но вот логично правда почему я почему вот этих послали а меня нет хотя я им на первом уроке говорю что если вы такие вопросы будете задавать то вас будет неприятности но как бы они не могут нас контролировать мы свою работу делаем они должны свою самый самый короткий путь попасть в эти 5 это хорошо учиться давайте я камеру поверну вот никаких там проблем то нет с попаданием в пятерку не хватает людей которых можно включить пятерку вот под проблем так вот да и значит ответ очень простой помимо того что одни допустим лучше подготовлены другие хуже ответ такой что 5 меньше чем 30 и какие бы 5 из 30 не взять значит возникнут люди которые когда что такое а почему не я правда вот такие друзья трудные моменты в жизни наступают в общем наша задача чтобы все 30 были пристроены уж каком порядке это произойдет значит вот по всякому вообще когда ты человека посылаешь куда-то во-первых есть конкретная спецификация то есть на какую-то позицию можно послать васю а на другую позицию именно васю послать нельзя поэтому хочется послать васю всегда когда зауженные возможности потому что петя которого всюду можно послать не должен конкурировать с васей там где у вас есть шанс 5 в другом месте будет конкурировать где у вас и шанса нету поэтому как бы мы делаем это все в интересах как бы группы да в интересах все все всего потока таскать который есть чтобы все были пристроен вот собственно и все и проблема в том что некого послать вот они там было 6 интервью там вот на той неделе 67 и вот одни и те же там 5-6 человек а других нету и вот мы гоняем там на все эти интервью кто-то идет его берут кто-то идет он какого-то опыта набирается в прохождении интервью например потому что если ты был там на 3-4 интервью уже нет новых вопросов ты уже не можешь прийти искать вы знаете вот что-то такое спросили вот я на этом засыпался раньше не спрашивали такого нет все что тебя спросит тебя уже спросили поэтому единственное что от человека требуется чтобы он готовился немножко но вот пошел на интервью потом сел записал свои вопросы записал ответ который дал там пришел ко мне показал или там по имейлу послал и мы говорим делайте это но знаете что они делают они вместо того чтобы написать ответ который они дали они берут из наших ресурсов copy paste и присылают тот ответ который должен был бы быть да нахрен мне тут же должен быть я его сам написал ты скажи что ты ответил тогда есть возможность подправить в общем такие дела но я просто чему говорю что такого оживления как сейчас не было никогда и вот в этот самый момент значит студентов не хватает но вот эти как обидно то уже бывают мест бывает моменты совсем другие когда надо бы вот и ребята есть и начинаешь обзванивать спрашивать не возьмете человечка хороший человечка там туда-сюда может быть посмотрите на человечка на хорошего там еще что-то вот начинается такое пропихивание а здесь пропихивать не надо звонят люди которые когда-то там пять лет назад кого-то брали или десять лет назад кого-то брали или сами когда-то закончили они теперь менеджеры или там еще что-то вдруг какое-то такое оживление но просто же нет сил но при этом при не бей лежачего тоже никому не нужен вот меня часто спрашивают и говорят как же так получается с одной стороны значит вы говорите что жрет все подряд а с другой стороны значит вот есть люди которые хотят вот есть безработные есть такие есть сики это правда но на тех кто как бы слабоват не соответствует требованиям рынка это не распространяется не хватает тех кто что-то может тех кто ничего не может с ними сложнее то есть это отдельный рынок то есть начинающие это отдельный рынок отдельная ниша на рынке и когда берут начинающего их тоже берут но вот пожалуйста нам же приходится и заинтерны но когда их берут у людей какие-то свои соображения есть то есть они хотят помоложе они хотят стать таких чтобы уже с английским у них выбор ведь есть понимаете у них то выбор есть и с английскими чтоб соображал и у нас студенты некоторые они думают он вызубрил чего-то и вот он в порядке нет он совершенно не в порядке потому что люди которые его берут они специально задают ему вопросы чтобы понять не вызубрил ли он случайно чтобы понять понимает ли он о чем говорит потому что вызубрил никому не нужно вот вот ведь фигня какая эти вызубривший человек абсолютно не в порядке так что не если которые даже не вызубрили это отдельная категория то есть то есть мало того что не понял так он еще и не выучил поэтому конечно когда человек вызубрил это может сказать первый шаг на пути но это не 2 и не 3 только 1 надо сказать что вот когда мы с девочками из индии разговариваем студентами то у них как бы в культуре вызубривание и если ты вызубрил ты абсолютно в порядке то есть вызубрить это и есть быть в порядке поэтому они недопонимают как же что же такое то вот же же вызубрил ну правильно но они же нанимающий менеджер специально смотрит чтобы он не просто вызубрило понимал знать как бывает поэтому такие вот игры такие развлекухи вот такой рынок у нас я обычно найти когда смотрю на состояние рынка труда то сравниваю с двухтысячным с девяносто девятым годом когда был интернет бум и это как бы такое пиковое время вот мы как всегда с ним сравниваем мы говорим а вот это как тогда или это хуже или это лучше я хочу сказать что сейчас намного лучше то есть не вообще лучше она уже последние там года два-три лучше но здорово лучше вот прямо сейчас если смотреть на рынок скажем для начинающих это ведь показательный такой рынок да он как сказать насколько подъедает снизу это хороший показатель вот очень очень активный рынок но на самом деле мы видим что те кто чего-то знает их тоже не обижают сейчас такие деньги платят что просто какие-то умопомрачительные еще даже по понятиям скажем там двух-трех лет назад скажем программисту столько не платили сколько сейчас платят поэтому рынок такой перенасыщенный работами данном случае и на нем не хватает людей которые что-то знают если бы было достаточно квод на рабочие визы ну скажем как в девяносто восьмом девятом 2000 нам там квота была 200000 не 65 как сейчас а 200000 максимально и сейчас бы эти 200000 выбрали на раз вот собственно вы знаете что заявок поступает там где-то 1240 то есть даже 200000 квота все равно проводили бы какую-то легкую лотерею тогда на всех бы не хватит поэтому такие вот дела вот такой рынок хорошо в общем едут я на работу к чему я клоню там все едут я на работу развлекаю вас настроение хорошее праздник гуляли с друзьями встречались как то вот хорошо хорошо поплавал бассейне я должен так по распорядку значит вы ему три раза в неделю ходить в спортзал и единственно что мне еще не сказали как и что делать вот мы сейчас в процессе там техническом вот но я так понимаю что уже буквально сегодня завтра мы так побеседуем подробно меня проинструктируют и понесется то есть вот эта грядущая неделя я думаю что я все три раза на этой неделе и схожу вот и уже как-то мне такое предчувствие очень хорошие прямо я даже в зеркало смотрю на себя вот когда с утра там еще рубашку не одел смотрю в зеркало и меня прям ощущение такое ощущение такое как будто мне ожидаете мышцы пошли вот как-то вода чувствую как-то плечи пошли и вот это как-то пошло и прямо вот чисто визуальный эффект такой так может и нет конечно вроде бы и ни с чего понимаете но как-то внутренне я почувствовал себя что вот уже надеюсь что это превратится в реально во что-то во что-то такое ощутимое вот мне не столько для красоты сколько для здоровья так что все впереди неделя будет много обещающий и чемпионат мира вроде да вас папа да слаб то есть по футболу он там еще не так не так чтобы закончился но я думаю что уже меньше энтузиазма у россиян смотреть там что там происходит соответственно какой-то отток нашего зрителя произойдет обратно к нам потому что я чувствую нехватку тех кто футбол смотрит особенно во время прямых эфиров они куда как так получается что чемпионат мира вклинился в расписание наших прямых эфиров так что мы мы и эту часть у них скоро отобьем обратно и пойдем в своем обычном русле и на самом деле до первого октября сколько там осталось то вот июль август сентябрь господи два два с половиной месяца осталось до 1 октября до начала приема заявок осталось всего два с половиной месяца до ноябрьских выборов в конгресс не только в конгресс но в частности не выслушайте что такое стал со своей почтой и перекрыл паркинг не ну вообще это это вообще как понимать то там места есть у людей в общем то есть масса масса всякого интересного нас ожидает и мы на этом с вами друзья расстаемся ибо я прибыл на рабочее место на свое все все Продолжение следует...